Вы слушаете Радио Болтком. Мы живем рядом, но живем ли мы вместе? Слышим ли мы друг друга? Хотим ли мы слышать, что происходит в латвийской культуре? Гости в студии. Дебаты, споры, анализ. В программе Дениса Ханова о латвийской культуре Культ Просвет. Здравствуйте, я Денис Ханов. Встречаемся на волнах Радио Болтком. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире вновь программа Культ Просвет. На этот раз мы в третий раз после долгого периода отсутствия в студии снова в прямом эфире. И мы обсуждаем темы, связанные с пандемией и в мире искусства, философии, политике образования и так далее. Сегодня мы посетим тему СМИ, тех самых пространств, где создаются общественные дискурсы. И в этом смысле мы сегодня посвятим нашу программу такому явлению, которое, к сожалению, сопутствует и процессам пандемии, а именно вопросы, связанные с теориями заговора. Что такое заговор, сегодня мы поговорим с нашим экспертом. Но, как вы хорошо помните, цель нашей программы – это поиски общего пространства. И несмотря на то, что в латвийском обществе этническая разрозненность подпитывается десятилетиями и в политических дискурсах, существуют темы, сюжеты и рассказы, которые, к сожалению, циркулируют в нашем обществе довольно долго, ну и выражают страхи, надежды, гнев определенных людей и общественных групп. Зачастую это, в принципе, невидимые конфликты, они существуют, но мы вроде бы делаем вид, что мы их не замечаем. И выражаются эти конфликты в форме веры в заговор, а именно, когда одна группа или конкретные люди считают, что кто-то другой, опять же, другая группа или другие индивиды находятся в заговоре против всего общества или конкретной другой группы с целью навредить. И, в принципе, сегодня мы попытаемся больше узнать об этой теме. И у нас на связи был некоторое время эксперт из Великобритании, эксперт-исследователь теории заговора, преподаватель Илья Яблоков, который был также автором исследования «Русская культура заговора». Но надо сказать, что Zoom, к сожалению, не всегда самая лучшая форма общения, и наш эксперт сообщает нам, что его снова выбросили из Zoom, но мы стараемся вернуться и очень надеемся, что сможем сегодня пообщаться с нашим экспертом, автором исследования «Русская культура заговора». Пока мы пытаемся найти нашего эксперта, которого на время мы потеряли, я думаю, что всем нам хорошо известны некоторые основные сюжеты заговора, связанные хотя бы с пандемией. Вот наш эксперт нашелся. Я очень надеюсь, что эксперт останется с нами до окончания нашего эфира. Илья, скажите, пожалуйста, вы слышите меня? Да, здрасте, слышу. Добрый день, я очень надеюсь, или доброе утро еще. Я очень надеюсь, что связь будет достаточно хорошей. Пока мы искали вас, я уже коротко рассказал нашим радиослушателям о том, чем вы занимаетесь, вы являетесь экспертом в области анализа теории заговора, преподавателем, а также исследователем и автором книги «Русская культура заговора». Большое спасибо, что нашли время сегодня пообщаться с нами. И мы хотели бы, может быть, начать с попытки определить понятие теории заговора. Сразу задам еще и второй вопрос. Скажите, правильно ли я говорю, когда употребляю слово «теория»? Потому что, в принципе, теория ведь подразумевает нечто академически структурированное, может быть, нечто логичное. Таким образом, может быть, мы начнем с того, что попытаемся с вашей помощью определить это понятие. Это очень правильный подход. Сначала дать определение, а потом уже попытаться разобраться в этом явлении. Теория заговора – это своеобразная интерпретация действительности, которая подразумевает, что событие, происходящее вокруг нас, определенное событие или в целом мировая история, в зависимости от той или иной теории заговора, является результатом чего-то злого умысла, плана, тайной группы людей, которые, собственно, осуществляют этот самый план для того, чтобы сделать нашу жизнь хуже. То есть здесь ключевое слово – интерпретация. Второй вопрос, то, что вы задаете, про теорию. Понимаете, теория заговора или конспирология, как угодно называют в русском языке, все-таки это мать, ее мать – это эпоха просвещения. И теория заговора появилась, собственно, стала активной частью интеллектуальной жизни, именно когда, условно говоря, сакральное, божественное ушло, а на смену ему пришло рациональное. И, собственно, вот через рациональное необходимо было осмыслить события, происходящие вокруг. Соответственно, появилось слово «теория», потому что теория – это есть некая гипотеза, которая выскана по отношению к первопричинам, истокам того или иного события. Поскольку теории заговора обычно пытаются интерпретировать трагедии, какие-то непредсказуемые события, то, соответственно, теории заговора, как правило, все-таки возникали такие гипотезы по поводу тех событий, которые очень сильно беспокоили людей. Ну, скажем так, впервые термин «теория заговора», вот как в английском языке он идет, «conspiracy theory», был использован, собственно, в конце XIX века в американской прессе. Его использовал неизвестный нам, имя его неизвестно, журналист, который пытался дать определение всем тем гипотезам, которые возникли после убийства одного из американских президентов за полгода до этого. И, соответственно, вот теория, то, что он использовал термин «теория», он вполне себе, или она, вполне себе отвечал духу времени XIX века попытаться рационально осмыслить те самые гипотезы, которые искали заговорщиков, искали убийц президента. Понимаю. Спасибо за эту попытку определения и за исторический экскурс. И, может быть, пока я предложил бы остаться в XVIII столетии, вы упомянули, скажем, определенный алгоритм появления теории заговоров, который может показаться несколько нелогичным. Просвещение, скажем, в таком очень стереотипичном восприятии, это, конечно же, победа разума, допустим, над тьмой, интеллектуальной тьмой, это некоторое совершеннолетие человеческого разума, если мы берем короткие записки из статьи Канта, это некоторая победа света. С одной стороны, это нечто рациональное, что, как вы сказали, допустим, изгнало и во время французской революции, даже юридически, условно говоря, уничтожило католическую церковь как институцию во Франции. То есть, по сути дела, мы имеем, скажем, мы можем сказать о том, что просвещение – это некоторый интеллектуальный прогресс, это критика, это развитие умственных способностей, анализы и так далее. Почему же именно в этот век просвещения вдруг появляется эта червоточина? Знаете, что интересно? Некоторые, может быть, дополнительные комментарии. Интересно, что нередко ту же знаменитую оперу Моцарта «Волшебная флейта» режиссер интерпретирует как некоторую тайную иронию над просвещением, потому что та же «Царица ночи», олицетворяющая женское начало и нечто, условно говоря, темное, она так или иначе все равно появляется где-то вместе с «Зурастро» и целый ряд режиссеров буквально ее, условно говоря, помещают на фоне этого восходящего солнца, лучей и так далее. Как объяснить, что рациональное повлекло в себе или содержало вот это зерно страха нерационального? Это разрушение некоторых структур, которые давали четкое определение мира? Что? Почему вдруг просвещение несет в себе эти тени, если так можно сказать? Денис, ну, ваш вопрос справедлив. Давайте все-таки договоримся о том, что не каждая теория заговора это прямо страшно, ужасно и обязательно приведет к каким-то совершенно трагическим последствиям. конспирология так или иначе, то есть вот такая интерпретация событий, которые подразумевают некую тайную силу, является частью культуры и частью человеческого сознания как минимум с античности. Даже в античности и ученые, и писатели, и поэты интерпретировали политические действия, какие-то публичные действия публичных людей через призму заговора, что это важно тому или иному политическому деятелю. Не знаю, например, обращение Цицерона к Кателине в античном Риме. Смотрите, тот факт, что рациональное замещает сакральное, безусловно, есть некий прогресс. С другой стороны, даже самые рациональные люди в 18-19 веках должны были каким-то образом интерпретировать такие глобальные события, как французская революция, к примеру, или американская революция. Чрезвычайно рациональные отцы-основатели американского государства тем не менее писали в своих записках про заговор британской империи против североамериканских колоний. Более того, в самом рациональном документе эпохи, в декларации о независимости Соединенных Штатов Америки черным по белому английским языком написано про то, что когда власть становится безграничной, когда власть начинает строить заговор и пытаться устроить монополию своих пожеланий над свободными гражданами, свободные граждане имеют право восстать против этого заговора. Это второй абзац. Я своими словами это передаю, но тем не менее. Рациональность в 17 веке не подразумевает, что конспирология это совершенно плохая штука. Это интерпретация властных отношений в том обществе. Пытаться понять, где же корни больших и среднего размера событий, которые меняли в конце 18-19 веках собственную структуру всего общества, структуру всей западной цивилизации. Иными словами, в основе этого лежат потрясения, для которых необходимо найти стремительно объяснение, дабы восстановить хоть какую-то стабильную картину мира. Ну, да. Можно и так проинтерпретировать. Таким образом, получается, что конспирология это не только, допустим, результаты мировоззрения или умозаключения интеллектуальной элиты или лидеров, но это еще и массовая необходимость. Я правильно понимаю? Ну, это не то, что это необходимость. Это одна из опций, которой прибегает современный человек, человек рациональный, для того, чтобы понять слишком сложный мир вокруг него или нее. Понимаю. Спасибо. Далее, я думаю, мы могли бы продвинуться в нашем разговоре и посмотреть, допустим, те периоды, которые предшествовали в 18-м столетии. Вы уже упоминали античный мир и античное наследие. Что мы можем сказать о средневековом европейском обществе? Ведь на самом деле, может быть, тогда задам предварительный вопрос, насколько опасна конспирология именно в социальной реальности? Если мы берем средневековье, мы хорошо понимаем, что любая эпидемия, чума, так или иначе, в какие-то моменты в городах Европы выражалась в ошибочных представлениях о том, что, условно говоря, еврейское население отравило колодцы и так далее и приводило к конкретным чудовищным формам ненависти и коллективной вражды и насилия. То есть, иными словами, это всегда что-то, что связано с реальной физической, скажем, деятельностью, с какими-то конкретными поступками, с насилием. Опасна ли конспирология? Ну, смотрите, у вас очень много вопросов в одном. Да, это верно. Давайте, наверное, начнем как-то со Средневековья и возьмем хронологический подход. В Средневековье, конечно же, главной теорией заговора был антисемитизм, антиеврейские настроения. Это понятно, потому что в Европе темных веков, конечно, религия, христианство играла главную роль как идентификатор свой-чужой. И, соответственно, когда евреи занимали такую промежуточную нишу, вроде бы как они не христиане, но в то же время они включены в структурную структуру общества, в частности, как купцы, как люди, которые занимались финансовыми операциями, очень часто на них, собственно, и набрасывалась толпа. Собственно, вот эта неделя для православных – это Пасха, предпасхальная неделя, и этот период обычно считался довольно популярным среди христиан в плане погромов против евреев, то есть известный кровавый навед, который появился в Англии в Средние века и прочие вот эти истории про отравление колодцев, это все-таки действительно Средние века, и главная теория заговора – это евреи. Насчет агрессии. Сегодня у нас есть исследования социальных психологов, которые показывают, к чему приводят теории заговора. Опять же, мы не говорим о спорадической вере в ту или иную теорию заговора, которую ты встретил в Инстаграме, прочитал в новостях, она тебе понравилась, ты друзьям про это рассказываешь. Когда люди попадают вот в эту кроличью нору, даже есть такой термин среди тех, кто исследует теории заговора, все-таки не всегда вера в теории заговора приводит к агрессии. Есть определенный процент населения, который действительно увлекшись теориями заговора, особенно начинает прогрессировать, уходить глубоко в эту паранойю и способен на какие-то жестокие поступки. Ну, в частности, вот то, что мы видели в этом году в январе в Вашингтоне, вот это один из тех продуктов теории заговора, когда люди вышли и все-таки решили взять штурмом здание Капитолия. Вот. Чаще всего теории заговора приводят к апатии и депрессии, потому что теории заговора это, как часто говорят, такое оружие людей, лишенных власти, лишенных способностей что-то изменить. Соответственно, вот человек, который верит в теории заговора, скорее всего, будет убежден в том, что в окружающих его и ее социуме изменить что-то в лучшую сторону нельзя. Это самый очевидный эффект его из заговора. Реже все-таки бывают люди, которые пытаются как-то изменить через насилие, но это уже немножко другая история. Попытаемся вернуться теперь в 19-е столетие. Скажите, в качестве дополнительных факторов, которые, может быть, усиливали или облегчали распространение подобной конспирологии, являлся ли, допустим, колониализм и связанный с ним псевдотеорией расизма, расового превосходства, расовой миссии и так далее, все то, что сопровождало европейский колониализм? Ну, не совсем это так, потому что, все-таки, когда мы говорим о колониализме, мы говорим о неравенстве между различными этническими группами. Я думаю, что, скорее всего, есть, появился расовый, расовая конспирология появилась уже в 20 веке. Во время борьбы за права афроамериканцев в Америке, действительно, в 60-е годы был такой деятель Малькольм Икс, например, он писал достаточно длинные труды о том, что черная нация на самом деле изобрела все достижения древней цивилизации, а потом белые взяли и украли. У черных эти достижения. То есть конспирология, теория заговора, это все-таки оружие слабых против сильных. Если ты сильный, ты не будешь думать, что против тебя работает какая-то тайная сила, мощная, способная тебя уничтожить. Поэтому в 19 веке во время рабовладельчества и колониализма все-таки те самые белые купцы, которые покупали людей и перевозили их с одного континента на другой, не считали себя слабыми. Наоборот, они были господа жизни. А вот для афроамериканцев в частности в контексте очень яркой, богатой американской культуры заговора, которая появилась в 17 веке вместе с первыми колониалистами, для афроамериканцев оформить свою идентичность и оформить свою борьбу за права в контексте борьбы против заговора белого человека было достаточно просто. Но это уже 20 век. Иными словами, конспирология не способна хоть как-то существенно, допустим, способствовать мобилизации масс на какие-то действия в социальном пространстве. Вы скорее это связываете именно с апатией и неверием в то, что изменения возможны. Ну, понимаете, для того, чтобы конспирология стала двигателем масс, нужен лидер, который открыто будет использовать конспирологию как часть своей политической повестки. В наше время, в 21 веке, таких лидеров, они есть, но их не очень много, потому что все-таки конспирология имеет очень ограниченный потенциал для мобилизации, не все люди готовы выйти на улицы для того, чтобы бить других и устраивать насилие. А все-таки, когда мы говорим о заговоре, мы говорим о том, что внутри любой концепции заговора есть стремление как-то изменить существующий порядок вещей. Но не каждый человек готов выйти условно с оружием в руках или голыми руками менять этот порядок. Поэтому процент людей, которые будут присоединяться к активной условно уличным протестам под лозунгом каким-то конспирологическим их не очень много. И мы видим это, например, по националистическим движениям в России. Возвращаясь в 21-е столетие, скажите, могли бы мы попытаться смоделировать определенное создание и развитие теории заговора, какие события должны произойти, какие компоненты должны присутствовать в обществе, какие предпосылки, чтобы теория оформилась. Мы сейчас не говорим о каком-то конкретном образе и о какой-то конкретной истории, но каковы вот эти компоненты рецепта, каковы ингредиенты? В первую очередь это какое-то большое трагическое событие для... Опять же, давайте так, мы можем говорить о глобальных заговорах, о глобальных теориях заговора, то есть, условно, всемирный заговор евреев, протокол лосьонских мудрецов. Мы можем говорить о каких-то единичных историях, например, убийства Джона Кеннеди, то есть, смерти известных личностей. И там, конечно же, шок вызывает разные интерпретации, часто конспирологические. Ну, или, например, тоже глобальная история, коронавирус, откуда это появилось, во всем мире разошлась эта история и нашла свои региональные интерпретации. Какие компоненты? Первый компонент должен быть социальный конфликт в обществе, то есть, социальная поляризация. Чем общество живет богаче, чем оно стабильней, тем меньше шанс того, что люди будут верить в конспирологию. Процент будет, но он будет небольшим. И потенциал из такой теории будет очень маленьким. Второй компонент, как я уже сказал, какое-то необъяснимое, непредсказуемое событие регионального масштаба, локального масштаба или глобального масштаба. Ну и третий компонент, конечно же, то, как в этом, теперь уже, в 21 веке, то, как будут вести себя соцсети, то есть, что будут люди писать в соцсетях, потому что мы знаем, что большие события очень часто вызывают ну вот такой вал различных интерпретаций сиюминутных. И часто люди, меня себя экспертами в социальных сетях, что они разбираются, почему это произошло, начинают делиться в тех же самых соцсетях своими интерпретациями, которые очень часто могут быть, кстати говоря, и конспирологическими. Ну, мы называем это дезинформацией, мизинформацией или фейк-ньюс. И вот как только если те или иные интерпретации в социальных сетях, то, что называется фейки, достигнут достаточно большого масштаба, то есть, доберутся до большого количества лиц, вероятность того, что та или иная теория заговора станет популярной, довольно высока. То есть, на самом деле, сейчас три компонента. Раньше было меньше. Благодарю. А может быть, мы могли бы сейчас посвятить некоторое время региональным различиям в алгоритмах заговора, так как вы являетесь автором книги, которая посвящена и русской культуре заговора, параллельно вы преподаете и, условно говоря, живете в западноевропейской академической мысли. Могли бы вы, может быть, упомянуть какие-то, может быть, по вашему мнению, не существуют региональные различия? Восточная Европа, условно говоря, постсоветское пространство и старые западные страны демократии. Есть ли здесь отличия в тех же самых алгоритмах или, может быть, в видах, в жанрах, в сюжетах? В алгоритмах нет, в жанрах, наверное, тоже нет, в сюжетах есть. Может быть, вы могли бы упомянуть некоторые? Ну, смотрите, постсоциалистическое пространство, оно все-таки живет до сих пор в некой тени холодной войны. И, собственно, Россия является ярким примером того, что в России теории заговора из достаточно маргинального инструмента оппозиционных партий в начале 90-х годов, ну, я напомню, националисты, коричневые, коммунисты обвиняли Ельцина в том, что он развалил Советский Союз. И это был такой ситуативный инструмент перераспределения власти в раннесоветском обществе. Через теорию заговора коммунисты с националистами пытались лишить Ельцина легитимности как политического лидера. Это, кстати говоря, очень важный эффект, который теории заговора производят в публичном пространстве. Если я называю человека заговорщиком, политика называю заговорщиком, то с большой вероятностью какое-то количество людей, которые раньше в него верили, начнут от него отказываться, отрекаться, потому что теории заговора все-таки подрывают репутацию. И вот подобного рода риторика, как была в России в 90-х, она, собственно говоря, достаточно популярна была на всем постсоветском пространстве. Один из моих коллег в Америке, Скотт Радниц, сейчас буквально в эти дни опубликовал книжку про постсоветские теории заговора, которые, собственно, показывают хорошо, что Россия является не только самой большой географической страной и самой, наверное, большой державой на постсоветском пространстве, где теории заговора чрезвычайно популярны, особенно политические. Но вот это наследие имперское, если угодно, наследие лингвистическое, потому что многие люди говорят по-русски, помогают теориям заговора из России путешествовать в различные постсоветские страны. Украину, Беларусь, Казахстан, Латвию, Эстонию, Литву и так далее. И это очень часто, ну, понятно, что в прибалтийских странах это будет относиться, такого рода теории заговора из России будут прежде всего такими антизападными, но в то же время теории заговора это не только про Запад. Локально любая, ну, мне, к сожалению, не очень известна интеллектуальная ситуация в Латвии, какие там теории заговора существуют, но в целом теориями заговора промышляют политики любых мастей и любых идеологических взглядов. Поэтому, если мы перенесемся из-под советского пространства тоже в Великобританию, то мы увидим достаточно четкий водораздел, когда есть условные либористы, которые часто видят во всем заговоры элиты и консерваторов в Торе, и мы видим совершенно четкий несколько лет назад во время Брекзита очень четкий конспирологический нарратив по поводу Брюсселя и от соединения Великобритании от Евросоюза именно потому, что британцы, пригласовавшие за Брекзит, часть из них опасались заговора, как я цитирую, безликих брюссельских чиновников, которые хотят лишить нас суверенитета и национального достоинства. Опять же, если мы посмотрим на европейские страны, будет совершенно разная картина. в скандинавских странах, которые на самом деле экономически были очень процветающими и остаются очень процветающими, в середине 2010-х годов по мере эмиграции из Ближнего Востока в скандинавских странах обострилась и стала популярна теория заговора про Еврабию, так называемую, когда теория заговора о том, что вот есть некая тайное мировое правительство, которое переносит массы с Ближнего Востока в Европу, чтобы разрушить античное великое европейское наследие. Конечно же, это чрезвычайно нациалистическая шовинистская теория заговора, но в скандинавских странах она с каждым годом становится все более и более популярной. И в Скандинавии это такой ответ на самом деле на количество приехавших эмигрантов за последние 5-6-7 лет. А в Германии похожая ситуация, альтернатива для Германии это достаточно тоже националистическая, шовинистическая конспирология про эмигрантов. Однако, если мы посмотрим на Венгрию, то в Венгрии это конспирология сродни российской. В Венгрии очень похожие алгоритмы, очень похожие образы, но разве что Виктор Орбан заменяет Запад условный, который использует Владимир Путин и прочие люди в российском государстве, заменяет на Брюссель. И собственно, Виктор Орбан очень успешно жонглирует различные конспирологии, чтобы мобилизовать публику и электорат в свою поддержку. Поэтому мы видим, что разные европейские страны имеют разные нарративы, но как правило конспирология в этих странах имеет очень четкий политический вектор и очень часто работает как инструмент популярной мобилизации. Благодарю за эту панораму. Теперь у меня осталось всего 10 минут для нашей беседы, и поэтому хотел задать еще один важный вопрос. Как вам кажется, в каких социальных слоях современных европейских обществ для конспирологии существует наиболее благоприятная почва? Например, в Германии все больше и больше говорят о так называемом подвижном среднем классе или о неуверенном среднем классе. Многие оценивали успехи Трампа 4 года назад, как раз базируясь на страхах среднего класса потерять свои привилегии, социальные статусы и так далее. Как вам кажется, кто сейчас является носителем? Это наверняка не всегда социально down and out. те самые люди, которые максимально подвержены социальным рискам. Может быть, теории становятся более элитарными? Как вам кажется? Я бы не сказал, что они становятся элитарными. Вы правильно заметили. Наиболее подверженные с моей точки зрения конспирологическим настроением это люди условного middle-middle класса и low-middle класса. Потому что они как раз чувствуют больше всего неуверенность в данной экономической конъюнктуре. Опять же, есть довольно четкий показатель. Теории заговора верят люди с определенным образованием, но не самым лучшим. То есть конспирология это ведь история в том числе про факт-чекинг, про критическое мышление. Если ты не учился в хорошей школе, если тебя не научили этому в школе, в университете, скорее всего, ты будешь падок на подобного рода истории. Если при этом человек, закончивший какое-то высшее учебное заведение, совершенно не обязательно хорошее, есть вероятность, что у этого человека будет уверенность в собственном интеллектуальном потенциале достаточно высокая. И, соответственно, этот человек будет чаще всего выступать в роли некого, даже для себя, даже внутри семьи. Мы встречали таких людей очень часто в своей жизни. Человек, который разбирается во всем, в том числе, как работает мировая финансовая система, в том числе, как работает Брюссель, или, я не знаю, какого рода объемы производства в Китае. Ну, то есть, есть такие люди, которые, в принципе, разбираются во всем. Но у этих людей, как правило, не очень хорошее образование. Поэтому здесь важный фактор, где и как люди, какого характера, какого качества у людей образование. Здесь есть социальное неравенство. Люди с большими деньгами, люди состоятельные из high middle class, конечно же, могут обеспечить себе и своим детям хорошее образование, хорошую работу и определенную надежду на будущее. Люди, которые более такие флуктуирующие, если угодно, и находящиеся не в очень стабильной финансовой и социальной ситуации, которые могут либо оставаться в middle-middle классе, либо уходить в low middle class, либо вообще разоряться, становиться банкротами. Вот такие люди, они, конечно, более склонны в моменты экономических и социальных кризисов обращаться к конспирологии как к некому инструменту интерпретации действительности. А теперь, может быть, в заключении нашей беседы некоторый оценочный момент. Скажите, считаете ли вы конспирологию реальной угрозой для современной демократии или же это, условно говоря, один из таких вирусов, который является частью системы плюрализма тем самым демократического общества и просто-напросто циркулирует, иногда обостряется, иногда снова затихает, как вам кажется? Или, может быть, современная динамика столь опасна, что можно говорить о реальных угрозах для демократии? Если да, то каковы эти угрозы? Ну, смотрите, я бы не хотел тоже оперировать такими терминами, что если угроза для демократии, демократия – это процесс. В этом процессе участвуют, и это определенный набор правил, по которым люди должны играть. Говоря о том, что конспирология есть абсолютная какой-то ультимативной угроза для демократии, не совсем я бы с этим согласился. Есть угроза. И угроза это прежде всего заключается в том, что распространение теории заговора сегодня глобальное, оно ведь происходит из-за того, что люди себя действительно чувствуют экономически, социально неуверенно. Дайте возможность людям, обществам быть не такими поляризованными. Дайте возможность правящим сегодня элитам чуть более внимательно относиться к той самой социально-экономической поляризованности. Если угодно, это вопрос о большем равенстве в наших сегодняшних обществах. И я говорю сейчас и про Россию, и про Латвию, и Соединенные Штаты, и Великобританию. В этом плане глобальное неравенство один из тех факторов, который делает конспирологию столь популярной. Второй момент, который здесь важен, это то, что очень сложно сейчас оперировать и как-то делать промоушен для критического сознания, когда люди совершенно не умеют пользоваться социальными сетями. То есть, мне кажется, вторая угроза, если угодно, демократии и стабильности в обществе сегодня исходит из того, что люди совершенно не критически относятся к тому, что они потребляют в качестве своей медиадиеты. И это большая тоже угроза. Здесь нужно смотреть на то, как себя ведет большие цифровые корпорации, Facebook, Twitter, ну и также, что сделают достаточно, скажем так, пропагандистские каналы в разных регионах. Тут уже российские медиа один из тех самых примеров. То есть, мне кажется, есть два фактора. Первый, как потреблять медиа в чрезвычайно поляризованном глобальном обществе, и как сделать так, чтобы равенства было как можно больше, и справедливости было больше. Вот это два фактора, которые действительно являются критическими для некой стабильности и демократии. и демократического процесса. Илья, благодарю вас за сегодняшнюю беседу, за беседу, которая, я очень надеюсь, была интересна и полезна также нашим радиослушателям. Напомню, что сегодня в гостях у нас был эксперт в области конспирологии, преподаватель, исследователь и автор книги «Русская культура заговора» Илья Яблоков. Еще раз, Илья, большое спасибо за то, что нашли время. И тогда успехов вам в академической деятельности, в преподавании и доброго дня. Большое спасибо и до свидания. До свидания.